Да, насчет целей государства. Насчет целей государства. Должно ли государство заботиться о том, чтобы человек был счастливым, свободным, чтобы он мог реализовать свои права, главное из которых это право на самореализацию, и право жить так, как он хочет. По-моему, мне кажется, что от этого будет больше эффект, потому что люди смогут осуществить свои мечты, свои бизнес-идеи даже, и, скажем, построить свои дома, такие вот уникальные, и это будет вообще модель для всего мира. Сюда поедут люди смотреть жить, может быть, тут что-то откроется такое интересное, какая-то община, и вот, может быть, это ниша для Эстонии как раз, которая привлечет сюда людей. Ведь, на мой взгляд, самая главная цель – это физическое, интеллектуальное и нравственное развитие человека. И вот мы здесь сможем таким образом сконцентрировать этот интеллект планеты, может быть. Ну, дай бог, но, конечно, здесь идет вопрос, стоит очень острый вопрос, на самом деле, о ресурсах, потому что все готовы потреблять намного больше, чем есть ресурсы. А ресурс, он ставит какое-то ограничение. Вот тому же счастью, да, вот этих людей, что они могут изучать этот древнекитайский язык, не всегда возможно, потому что для этого просто не хватает объективно ресурсов. Для этого что надо сделать? Надо распределить ресурсы равномерно на всех, опять-таки, все как бы подобрать по государству, но люди к этому просто не готовы. То есть это, опять-таки, с другой стороны, не совсем идеально. То есть в нынешних реалиях мы должны все-таки исходить из того, что мы имеем на сегодняшний день, в том числе экономически. А может быть не обязательно вот поровну именно, но чтобы был тот минимум, благодаря которому человек сможет делать то, что он хочет. Да, безусловно. Ведь вот по данным опросов эстонцы хотят получать около тысячи евро. Не 10 тысяч, не 100 тысяч, а тысячи всего. Да, да, да. Это стартовая зарплата. Разве это недостижимая цель? Это стартовая зарплата. Вот студентов я иногда слушаю, но у нас тоже беседы заходят о построении дальнейшей жизни, о планировании карьеры, о видении будущего. И студенты зачастую говорят, что, ну, спрашиваю, сколько вы хотите зарплаты на выходе из школы? Они говорят, ну, меньше чем полторы тысячи евро на руки, мы работать не будем. Но это тысяча, но подождите, это тысяча, который и ресурс свой собственный, свободное время. Ты имеешь просто доход, а дальше ты можешь умножать. Ну, кто-то должен оплачивать эту тысячу, чтобы было свободное время. Это опять возвращаясь к вопросу о ресурсах. Это возможно только в таком случае, если у вас есть какой-то другой ресурс, за счет чего это делается. Ну, арабские страны, опять-таки, там гражданская зарплата, доля нефтяных этих всех выгод, они могут себе это очень хорошо сейчас позволить. Вопрос о том, будет ли более эффективным государство, более счастливы люди и так далее, если они будут делать то, что они хотят? Ну, безусловно, это, конечно, так. Были исследования там гарвардских выпускников, как они стали миллионерами и так далее. И когда вот спросили, как вы добились такого успеха, у вас там миллионы больше, расскажите, как это случилось. В основном, основная масса сказала, что они занимались после окончания МБИ тем, что им нравилось. Они занимались этим просто более грамотно, так как у них был МБИ, вот почему я говорю о финансовой грамотности, об экономической грамотности. Они понимали законы, они понимали финансы, они могли этим как-то управлять, что они делают. А художники все равно рисовали, врачи врачевали, только вместо того, чтобы наняться куда-то в госпиталь, у них теперь была идея, как построить свою клинику. Вот в том-то и разница. Но все равно они оставались врачами. И естественно, человек, который делает то, что он любит, он и сам более доволен, удовлетворен, более успешен, нежели чем человек, который делает все из-под палки. Ему не нужна большая зарплата при этом. Там мотивация идет. Но зарплата это вообще, она выступает как демотиватор. Если слишком низкая зарплата, мотивация уменьшается. Повысили зарплату до какого-то уровня, но мотивация увеличилась, как бы, то есть демотиватор ушел, а дальше повышаете, но мотивация работать не увеличивается. То есть увеличивает мотивацию что? Признание, достижение, самореализация, какие-то чувства значимости, в конце концов, и так далее. То есть здесь зарплаты, конечно, никого не мотивируешь, но демотивировать отсутствием зарплаты, конечно, очень хорошо можно, что в Эстонии зачастую происходит, когда люди работают на минималку, и отсюда проблемы. Текучесть кадров, низкая производительность, там кто чего забрал с собой с работы, что не должен был забирать, неудовлетворенность, до того, что люди сгорают от стресса или там вообще уходят из коллектива. Естественно, это как-то связано все между собой, но опять возвращаюсь обратно к теме ресурсов. Откуда взять ресурсы? Ну вот еще одна идея, допустим, у человека есть этот доход постоянный, он же может его потратить на образование свое, правильно? Да. А дальше, ведь что происходит в Голландии? Голландия же меньше по территории даже, да, но там эффективная экономика, туда едут со всего мира учиться люди, почему Эстонии не стать таким образовательным центром для всего мира? Но там есть перспектива остаться в этой Голландии, там есть это условие, это социальная среда, там нет национализма и прочее-прочее, там люди устраиваются и там им комфортно. Может быть, задача здесь тоже создать такие комфортные условия и привлекать сюда студентов, которые потом здесь будут жить и развивать это все. Но пока государство держится на этносе, конечно, это, как сказать, оно, ну, привозить сюда монголов и говорить это эстонцы, никто не будет. Это как бы первая причина, опять возвращаемся к цели самого государства, на чем оно построено. Но в Голландии-то есть и голландский язык, и при этом все говорят по-английски, в этом нет проблемы. Там это построено по-другому, да даже Дания, тоже меньше эстонии по территории. Вот территория, где важна на самом деле? Территория очень важна, если мы занимаемся сельским хозяйством. Если мы там производим микрочипы, ну, большая страна, маленькая страна, без разницы. Высокотехнологичное производство, там уже не имеет значения. Тем более странно, что маленькая, ну, маленькая, например, на сопоставиме с Эстонией Дания, она в разы больше производит, например, свинины. Эффективность всего этого наиболее высокая. Сахар. Да, в общем, там вообще экономика эффективно как-то делается. И там те же самые, например, Дания кооперативы. Да, у них вот один есть такой самый крупный кооператив, но там есть еще поменьше. Вот все эти фермы туда свозят своих свиней. И кооператив сам уже распределяет там кожу, вот туда продаем, там мясо отборное, вот туда продаем, там какие-то... В общем, там это все по разным странам раскидывается. Эффективность очень высокая. Всем хорошо. Вопрос, кто с кем может договориться. В Эстонии просто очень сильно еще развит индивидуализм. Пугают всех колхозами. Нельзя в колхоз. Это плохо. Почему плохо, никто не понимает. А плохо почему-то так говорили уже бабушки, что это плохо. Ну, бабушек-то все отняли. Понятно, что для них было плохо. А как бы объединяться не все готовы. И договариваться. А поодиночке все это делать, это довольно-таки неэффективно. В этом смысле, да, можно бы создать условия, можно бы все это сделать, там голландская модель. Ну вот для этого и нужно, чтобы у каждого было свое, все было. И тогда люди уже смогут объединяться. Не боясь потерять, рисковать. Да, вот как раз эта боязнь потери, это, я считаю, одно из факторов, который мешает эстонскому народу, вообще жителям Эстонии быть таким предпринимательным. Чтобы там что-то развивать, чем-то рисковать. Потому что вот если есть деньги, на что рисковать, и уверенность в завтрашнем. Да. Что государство поддержит. В таком случае, да, можно сделать какой-то проект, но не получился, хотя бы ты научился. Что так делать нельзя. Это как спросили у Эдисона, а сколько лампочек, то есть, почему вы сделали там 10 тысяч лампочек, одна получилась. Он сказал, нет, это не неудача, это удача, я узнал 10 тысяч способов, как нельзя сделать лампочку. Вот то же самое. Но люди не готовы рисковать, когда этот риск неоправданно велик. Вот она сегодня откроет свою цветочную лавку, все туда вложила, а завтра детей нечем кормить будет. Вот. Потому что не рассчитала правильно там клиентуру, или еще не пошел клиент. Это тоже надо же... Отсюда боязнь экспериментировать, да, каких-то новых попыток, вот пожалуйста. Да, это с этим связано, безусловно. Так что, я думаю, если человек может заниматься, чем он очень хочет заниматься, если у него есть ресурсы, опять вопрос о ресурсах. И если государство это поддерживает, то это обладано всем. Ну вот, один политик сравнил финнов с эстонцами, он сказал, что у финнов есть принцип, что друзей в беде не оставляют. А у эстонцев принцип, друзьям в беде ничего не оставляют. Ага, ясно. Ну это, видимо, поговорки, что национальное блюдо эстонцев это другой эстонец. Есть такая поговорка у нас, к сожалению. Но это, да, это так, в принципе, потому что... Ну это заложен, индивидуализм он заложен в национальной культуре очень сильно. Если мы даже возьмем структуру эстонского хутора, то это, в принципе, домик посередине и вокруг поля, поля, поля. Да, да, структура, вот пойдите в Испании, как живут эти самые сельчане, там, или в той же России, там, в принципе, дома бок о бок, и поля вокруг всех этих домов. То есть там какой-то социальный такой, социальный компонент, она наиболее важна, да. И поэтому вот так и поддержка и так далее, это все происходит на другом уровне. Эстонцы просто к этому, может, не настолько привыкли. Но опять-таки, если эстонцы... Но изменить это можно. Изменить это можно, это меняется очень сильно, даже, скажем, если... Если философы придут к власти. Философы к власти, это один вариант. Но если, скажем, посмотреть на эстонцев за границей, то там вот, когда коммуны... Ну, это опять объединяет общий враг, да. Вот живут эстонцы в Америке, там где-то в Балтиморе или в Астралии... У них там тоже враги есть? Ну, враг это коммунизм, это такой абстрактный враг, от которого они сами бежали. Они от этого пострадали, и вот это их идея делать все, чтобы... Там нет коммунизма. Нет, там нет, естественно, но они зорко следят, чтобы не возник нигде, не дай бог. И они с удовольствием помогают тем эстонцам, которые туда приезжают, например. Хотя вот когда вот этот коммунизм действительно сейчас более-менее так уже опасности нету, то тоже возникает иногда такое, что там есть вот старое поколение, приехавшее в 40-е, 50-е, есть новое поколение, а вот чего вы сюда, ну, понаехали, как говорится, на, типа, разбавлять котел с супом. И поэтому, ну, разные люди, естественно, есть. Но вот поддержка, когда есть общий враг, ну, все-таки объединяется. Но вы согласны с тем, что просто в Эстонии нужна политическая воля, какие-то харизматичные лидеры, может быть, да, которые вот смогут сделать этот эксперимент такой, да? То есть роль президента очень важна, вот почему не, так сказать, не все равно, кто у нас президент и кто будет президентом. То есть президент, даже у нас, если мы надеем властью, то может всегда показать, дать пример. Ну, если президент, естественно, проворовался там, набухлевал и так далее, то уже это пример такой, не совсем хороший. Но тоже пример для подражания, да? Да, тоже пример для подражания, поэтому гражданам ничего нельзя сказать, что действительно, если президент так делает, то граждане все это. А если президент действительно имеет вот это видение, вот эту четкую цель, и он своим примером, своими, ну, даже у президента, на самом деле, влияние-то есть. Вообще, нельзя сказать, вообще рычагов нету. Есть, конечно, он лидер общественного мнения, он может влиять на какие-то процессы, он может блокировать принятие законов, он может, ну, много чего может делать у Сонии президент. Инициировать законы. Да, инициировать в том числе эти законы, инициировать дискуссии какие-то общественные, хотя бы почему не сделать там какой-то опрос. Хорошо бы нам вот так вот втроем собраться с президентом, и вот устроить мозговой штурм и обсудить все. Ну, она дама деловая, я думаю, она как раз сказала, что она хочет говорить с народом, что очень похвально. Вот, и нужен вот лидер, и нужно, вот как раз к цели возвращаемся. Нужна эта цель, и нужно видение, куда государство двигается. Да, но это, конечно, нехороший пример, не дай бог это повторится, но когда Германия была в абсолютном хаосе, возник лидер, и за ним народ пошел. Ну, потому что было понятно, что либо, ну, лучше так, чем никак, да. И вот нужен какой-то лидер, который за собой поведет людей. Моисею 40 лет водил по пустыне, и как бы без проблем. В этом смысле, то есть есть видение, есть мотивация, и есть лидер, который не оставит беде, есть вера в этого лидера. Ну, это не обязательно один человек должен быть, это может быть какая-то там партия, у которой есть там идея, как вот это все разрулить, да. Это не обязательно, что культ личности надо вводить, ни в коем случае. Но национальная идея должна быть. А вот предыдущий лидер, он все-таки как-то вот реализовал именно вот эту тенденцию, правда, существующую сейчас? Он уехал просто, и семья уехала. Ну, если мы говорим об Ильвесе, то президент, конечно, был такой интересный, в смысле разноплановости. То есть он сам из Америки, хотя эстонец, но все-таки из Америки. Это уже добавляло такой пикантности всему этому. Тогда, ну, первая леди, она тоже очень по разным сферам там работала и по здоровью высказывалась, там эстонские продукты критиковала, тогда хлеб раздавала, выпекала, там, ну, в общем, такие неординарные личности, скажем так, во всяком случае не соскучишься. Но вот проблема в чем? Проблема в том, что, конечно, к концу срока президента, мне кажется, он изрядно подустал. Ему стало это неинтересно. Это отмечают все политики, в принципе, и зарубежные, и домашние, и внутри Эстонии. Как-то мотивации уже нет. Все равно кабинет покидать надо. Ну, что еще там делать? Плюс еще вот все эти скандалы, да, что там типа, ну, конечно, там вся семья добавляла в котел чего-то, там то жена целовалась там с кем-то в баре, то президент был замечен в какой-то измене с кем-то, ну, там ходили слухи, свечку, естественно, никто не держал, ну, кто-то где-то там. Эти сплетни, это, да, это все такая, ну, такая ерунда, правда. Ну, это ерунда, но это все так влияет на репутацию, во-первых. А во-вторых, вот то же самое, что теперь творится вот в связи с этим кутером, там, выделили субсидию, субсидия неправомерно использовалась, теперь это самое, надо ее платить обратно в Европу, а от президента ничего потребовать нельзя. Теперь, ну, по сути, оплачивает весь эстонский народ, на самом деле. А эстонцам есть до этого дела? Вот они, они, они страдают, как вы думаете? Ну, как сказать, они это самое похмурятся и разойдутся, да, то есть эстонцы не особенно такой революционный народ, эстонцы очень спокойные. Ну, иначе бы их тут не доили все эти сотни лет, когда у нас были все, кому не лень проходили, да, начиная от датчан, кончая немцами и шведами. И в этом смысле, ну, пример это просто не очень хороший. То есть попахивает так дурно. Теперь всплыли эти кредитки президента, да, что он там напокупал, тоже не совсем хорошо. Тогда поговаривали, что, ну, не всегда трезв товарищ бывает, да, пошатывается на ногах. Ну, это опять могут быть догадки, могут быть за этим реалией. То есть вы считаете, что вот это просто должность президента, она дискредитирована, да, и что? И уже нет идеала такого национального. Ну, скажем, нет этого статуса, уже который был, потому что этот институт президента демонтировался. Авторитета нет. Потому что с предыдущим президентом, хотя я очень уважаю Арнольда Рытеля, никаких претензий, но то, что натворили опять-таки эти дети, которые там писали на государственный флаг, танцевали голышом на столе переговоров. Вот даже есть термин такой на президентский эти, теперь президентский прием называется кадриоргия. Потому что вот там были эти оргии, кадриоргия, вот это кадриоргия, и вот теперь у нас очередная кадриоргия собирается на прием к президенту 24 февраля. Ну, это уже как-то так с насмешкой говорят. Поэтому мне очень жаль, что этот институт президента, он как бы девальвирует. То есть новому президенту придется очень постараться, чтобы восстановить авторитет? Это очень большая работа восстановления авторитета. Вот именно не только своего личного, потому что она тоже на очень шаткую основу вступила, ее никто не знал, когда она вступила в должность. Хотя женщина, она деловая, безусловно, она умеет, и управлять государствами и людьми, она управляла много чем. Но в то же время поднятие доверия и уважения к институту президента, как к организации, как к чему-то абстрактному, вот эта цель на самом деле наиболее сложная. Я очень надеюсь, что она с этим справится. Предпосылки есть хорошие, так что поживем, увидим, как говорится. А вы готовы ей в этом помочь? Если нужна моя помощь в любых государственных делах, мой совет, безусловно, это мое государство, если здесь живу, я эстонец, я лгарин Эстонии. И меня интересует, естественно, чтобы государство жило хорошо. И при этом вы вот не националист, вы прекрасно, кстати, по-русски говорите. Спасибо. Лучше, лучше многих русских. И вы принадлежите двум культурам, правильно? Ну, безусловно, язык – это часть культуры, обязательно. И я считаю, что русская культура, она очень богатая культура. Ну, как на самом деле и эстонская культура, потому что вот то наследие, которое у нас есть, это обязательно сохранять надо. Я не разделяю людей по национальным признакам на хороших и плохих. Я думаю, что в каждой нации есть люди, которые, может быть, не всегда делают те дела, которые целесообразны, ну, можем сказать, делают хорошие, добрые дела. И также есть всегда те люди, которые делают те дела, которые большинству нравятся. Поэтому это не от нации зависит, мне кажется. И если человек готов трудиться на пользу того государства, в котором он живет, я только за. А на пользу ближнего, да? Да, и в том числе на пользу ближнего, потому что здесь надо понимать, все в мире взаимосвязано. Если все кругом бедные, скажем так, а ты один богатый, то, в принципе, выпускать своих детей за пределы своей оградки вокруг дома очень рискованно. То есть у тебя у самого качество жизни-то падает. И поэтому как-то, мне кажется, наоборот, вот как говорят иногда еврейское мышление, чтобы всем было хорошо. Вот тогда и мне хорошо, если всем хорошо, потому что у меня риски от этого падают. То есть риск, что кто-то вломится в мой дом, что-то заберет. Или возьмет, не дай бог, ребенка в заложники, чтобы потребовать деньги. Или хотя бы угонит мою машину. У него самого есть. Зачем? И поэтому как-то вот эта финская модель, она мне очень нравится. Там у большинства все есть, остальные подтянутся. Вот это большинство, оно их за уши подтянет. И как бы всем хорошо. И поэтому я не разделяю людей действительно по национальному, языковому какому-то признаку. Если он вносит свой вклад посильный, это тоже ясно, что не все могут одинаково вкладывать в силу разных причин. Разделяет ценности, да? Да, разделяет ценности. Вообще человеческие. Не диктует свои правила. Там, скажем, приехал и говорит, что давайте все в хиджабы. Вы тут неправильно живете. Ну, не совсем правильно, товарищ. Вы не по адресу обратились. Ну, ходи, пожалуйста. Никто не запрещает. Я не за то, чтобы срывать с них эти все покрывалы. Ну, пусть ходят, если им так удобно. Но если без обязаловки, то да, приезжайте, помогайте, давайте свой вклад. Это всем на пользу. Я только за. Я с вами полностью согласен. Рад слышать. Спасибо огромное вам за вот это интервью интересное. Вот. Смотрите, комментируйте. Будем рады услышать ваше мнение тоже. Наши телезрители. Спасибо вам. Продолжение следует...